Почему он здесь посеян? Мы, когда начинали заниматься, была большая проблема с уборкой чечевицы, потому что она очень сильно ложится, и ложится слоем 2-3 сантиметра, ее крайне тяжело подобрать. И в качестве предшественника для этой культуры был овес, на этом участке мы посеяли, и взошла падалица овса. И заметили, что там участок, где просто чистая чечевица, там при уборке потери гораздо выше. А там, где она хоть как-то опирается на овес и не дает ей полегать, то есть там мы собрали порядка 25% плюсом к урожаю. И после этого мы всеваем в момент села чечевицы туда овес, порядка 25-30 килограмм, чтобы он не представлял тоже проблем в уборке. Чечевица на него опирается, и мы относительно без проблем ее убираем. А после оббивается нормально? Вообще без вопросов. При этом овес он также голозерный, то есть он в рубашке это держится неплотно, он отлично вымолачивается. Получаем при этом еще очень крупный овес, потому что они с чечевицей растут, чечевица дает азот. Вот овес, вот такие зерновки отличные. Да, ну и овес своими фитонцидами, которые он выделяет в почву, он также оздоравливает ее. Чечевица дает азот в текущем сезоне? Да, конкретно для растения вот этого овса. За счет того, что корневые клубеньки, которые находятся на корнях, они также выделяют, фиксируют азот. Ну, это вот из практики то, что мы реально наблюдаем. И всегда овес, который идет после чечевицы, мы из вороха выделяем этот овес, он гораздо крупнее, чем овес в чистом посеве. А инакулянку это используем по чуть-чуть? Да, используем. Работаем с препаратами биотехагра, вот они нам их предоставляют. Подбираем под каждую культуру, да, Борисович, индивидуально штаммы. Ну, соответственно, для чечевицы, штамм для чечевицы, для гороха свой. Здесь в палатке у нас представлена та продукция, которую мы с этой чечевицы получаем, а именно мы делаем крупу, делаем чечевицу шелушенную уже в пачечках в чистом виде, из которой получается замечательный суп, хлопья делаем из нее. И эта продукция достаточно востребованная. Плюс она экологически чистая, все. Можете подойти и ознакомиться. В первое время провалка по гумусу, потому что растению необходимо откуда-то это питание брать. Вот и за счет гуминовых кислот он вывозит, это первые 3-4 года. После 5 лет идет небольшое, но стабильное увеличение, за счет того, что органическое вещество, которое мы вносим в виде пожневных остатков в поле, плюс наличие хорошего фона уже аборигенной, получается, микрофлоры, оно ее более активно перерабатывает. То есть только аж на пятый год вы заметили, что начинает выравниваться. Ну, наметилась какая-то тенденция к этому. И рост урожайности. И рост урожайности, соответственно, да. Если мы проваливались, допустим, по зерновым, практически на 70% провал идет сразу, после прекращения применения удобрений, то сегодня мы по спельте вышли на урожайность от 40 до 42 центнеров. Полба 30-35. Ну, полба, потому как это яровая культура, а яровые, сами понимаете, по влаге, да, это очень такая скользкая тема. А все то, что у нас со зимой, здесь перспективы есть, и они реальные. Мы сегодня вам покажем, как говорил Анатолий Михайлович, работу с поиском аборигенных этих неинтенсивных сортов пшеницы. И вы сейчас увидите одну из пшениц. И вот просто на вот эту посмотрите. Да, запомните ее. Запомните. Пшеница очень неплохая. Здесь видовая урожайность под 85-90 центнеров стоит. Запомните ее просто. Возьмите колосок этот сорвите. И сейчас мы вам покажем неинтенсивную пшеницу. Какую цель преследуем? Первая, в первую очередь, это снижение патогена микрофлоры, фузариостами и другие патогены. И вторая функция – это разложение. То есть они питаются этой соломкой. Поэтому в данном случае у нас на соломе развивается много патогенов, в том числе фузариост, как бы, и он, как бы, говорят, разлагает в том числе эту солому. Но в данном случае мы применяем полезные, скажем так, микроорганизмы, которые, в первую очередь, способствуют снижению этой патогены, которые вызывают болезни, в том числе корневые, прокорневые гнили и так далее. Кстати, это болезнь в этом году, я могу вам показать, это на сегодняшний день, это 10 дней назад, вот такое поражение зимой пшеницы корневыми гнилями. Корневые, прикорневые. Ну, не буду там называть хозяйство. И как бы, особенно после этих вот выходных дней, жарко было, я просто, я после этого еду, ну, прям радикально ситуация изменилась. То есть, ну, вот, если в прошлом году это в меньшей степени, позапрошлом, в этом году, как бы, это проявилось очень сильно. И потом погода была очень неплохая у нас, практически, две недели назад у нас, как минимум, наверное, ну, где-то примерно там и влага, и мы говорили, что для пшенички вообще идеальные условия, для пропашных. А потом, как бы, температуры резко поднялись. Ну, еще, наверное, когда влага есть и все, культура, та же, пшеница, корневая система, они очень сильно там стремятся уходить вглубь, когда сверху все есть. А когда прожарило солнце, так сказать, пропекло, верхние слои почвы начали иссушаться, и тут, так сказать, действует на развитие. И она начала это сам. Ну, вот эта погода, может быть... Ну, хотя бы чуть-чуть она сейчас собьет, еще на неделю поживет. Температура резко, капнет, потому что идет формирование, налив, в принципе, уже зерна. От этого зависит, какое зерно будет полновесное, не полновесное. Ну, да, конечно. А с фосфором сложно все. Только бактерии смогут нам чем-то помочь. И фосфор нам дает... Мы сидират сначала обработали препаратами, значит, биотехагра, там все эти бактерии были, потом все это скосили, потом все заделали в почву, вот в него все это посеяли. Вот сейчас мы поставили... Где они делись? Короче, нам сейчас надо найти границу, где мы обрабатывали, станем там, где мы обработали дискатором, а где обработали мульчировщиком. Вы сразу увидите разницу в подготовке почвы, в глубине почвы, потому что тоньше настройка по глубине, конечно, у мульчировщика, нежели у дискатора. Дискатор, он мелко не пойдет, хоть ты стреляй ему. Плюс подошва, подошва на дискаторе вся, она волнистая. Это уже плюс к тому, что она неравномерно дает, дает по равномерности всходов, ну, и все от этого тянет потом. Но вы смеси используете или монокультуру? На сидират? Значит, мы применяли здесь рожь азимая, рапс и вика махната. Но вика махната у нас еще семена остались, мы в чистом посеве сделали, чтобы себе семена. Сейчас вы и вику махнатую тоже увидите. Вот. Ну, рапс сдох по осени сразу, что-то не было влаги, и он что-то проклюнулся и погиб. Осталась у нас на весну рожь, и осталась вика махнатая. В принципе, они должны были дать хорошую массу с осени. Ну, осадков не было, и... Позже просто это решение пришло уже... Да все равно их не было осадков, хоть раньше, хоть позже. Край здесь тоже весь был пройден мульчаровщиком, до посева. Вот. Конечно, после рубина остается пожневных остатков больше на поверхности, но здесь это и видно по количеству невырезанного. То есть, это не падалица, это то, что было не дорезано рубином. И, получается, правая сторона, это обработано мульчаровщиком, там отросших растений гораздо меньше, нежели здесь. Ну, и по качеству посева, конечно же, после мульчаровщика качество гораздо лучше получается. Из-за делки семян все-таки обрабатывали уже, было достаточно тепло, солнышко, и почва, верхний слой подсох. Мульчаровщик лучше перебивает все большие почвенные агрегаты, комья, нежели рубин. Ну, путем прикатывания это, в принципе, нивелируется. Поэтому вот так. Ну, можете, конечно, грязь пройти, посмотреть. Пожневных остатков после рубина лежит гораздо больше, нежели после мульчаровщика. Сзади вас представлен овес. Галазерный. Это вот как раз такие те, ну, классические ранние посевы. Вот. Сейчас он уже выметывается. Чуть левее позже мы посеяли овес с разницей примерно недели две с половиной-три. То есть там он еще, у него фаза слабенькая. А почему он желает там обожевать? А потому что овес голозерный. Я понял. Ну, есть овсы пленчатые, а есть, которые он уже изначально, он голозерный. То есть с него пленки отлетают, его нет необходимости дополнительно шелушить. То есть у него шелушить? Нет, нет, ничего не нужно. Вот. Сзади нас находится полба. Культура, ну, для нас она на самом деле основная. Это тот продукт, который идет на хлеб, на крупы, на муку, на каши и так далее. Семенной материал, мы работаем с ним сами изначально. То есть мы методом отбора лучших семянок подбираем семена. Очищаем их по трем физическим факторам. Размер, вес и цвет. Размер на решетах, вес на аспирационных машинах и по цвету на фотосепараторе. Этим самым получая лучшие семена, мы их высеваем и надеемся получить также лучший урожай. Сорт называется Руно. Это краснодарская селекция. Видно, конечно, динамику. В этом году она, в общем-то, неплохая. Колос нормальный. Были года, когда колосочек был очень маленький, ввиду того, что были засухи. Традиционная урожайность, ну, плюс-минус мы получаем от 30 до 45 центнеров в зависимости от года. И, как я говорила, Аня, что при переходе на биода пойдет просадка определенная в первый, во второй даже год. После того, как заканчивается после действия удобрений. На это есть период конверсии, когда земля, почва очищается. И в последующем идет накопление гумуса, но оно достаточно медленное. И почва дает урожай на уровне бонетировки. То, что вот арахис службы определяли раньше, вот она в этих пределах и держится. При этом, ну, как бы, никаких пестицидов, удобрений мы на ней не применяем. Вы один раз купили в Краснодаре и используете эти семена. Да, и, в принципе, при таком отборе, при таком отборе мы получаем нормальный урожай. Интерес этой культуры состоит в том, что молотим мы не зерновки, а колоски. То есть это вот, соответственно, сложный колос, который состоит из колосков. То есть это вот этот членик. Сейчас я его отделю. Вот. То есть мы проводим обмолот вот так. И вот это вот идет в амбар. В последующем, чтобы нам получить зерновки, которые содержатся внутри этого колоска, мы проводим, ну, так, и достаточно сложные манипуляции, да, энергозатратные, время затрачивается много. Прогоняем ее через шелушильную машину центробежную. После того, как она обшелушится, она обшелушится, как правило, процентов на 65-70. Мы ее очищаем, отбираем недорушь, отбираем обшелушенное зерно, которое идет уже в последующем на очистку. Недорушь идет на повторное шелушение. И вот таким вот методом мы отбираем зерновки. Выход получается порядка 55-60 процентов. Но в этих процентах содержится как дробленое зерно, так и цельное. Разделяется этот, ну, уже, как бы, назовем конечный продукт. Зерна в нем порядка 60 процентов и порядка 40 процентов дробленого зерна, которое в последующем можно использовать на крупы, на муку, в той или иной степени подмешивания с цельным зерном. Вот. Ну и шелуха. Получается достаточно много шелухи. Мы ее пробовали вносить в поле, но, честно говоря, ничего хорошего из этого не получается. Даже при заделке ее в поле, вот как вы видели на опытном участке, равномерно ее, абсолютно равномерно не получается распределить. Она летит, действительно. Чуть ветер, она полетела. И собираются какие-то там кусочек большой, там кусочек. И после заделки, как правило, это глубокая обработка, хотя бы минимум сантиметров на 15, она начинает там преть, подгнивать, и получается отравление растений, ну, в последующий год. Поэтому тоже не есть хорошо. Вот. Из-за того, что большая масса, как бы, деструкторы, они всегда не справляются они с этой массой. Далее представлена спельта. Это тоже пшеница. Принцип уборки такой же убирается, она колосками. Колос у нее совершенно другой, она безостая. Все мероприятия по поводу извлечения зерна абсолютно идентичны полбе. Колос у нее достаточно рыхлый. Урожайность мы получаем на ней стабильно от 35 до 45 центнеров. Здесь край, возможно, чуть-чуть он неказистый. По весне было сильный ветер. Из-за край метров 10 его просто задуло. Землю его просто заровняло. Это она уже вылезла дальше. Ее прямо видно, вот там чуть-чуть она даже повыше выглядит. Здесь, вот вы посмотрите, ни грамма удобрения, ни колос больше, чем на спельте. Впечатляет. Да, он рыхлый, но здесь... Как называется, я про кушку? Как как называется? Алексей Иванович, где ты? Он не знает, неизвестно. Это хег называется, хег, хег. Ну, взял коммерческую тайну раскрыл. Ну, что ж теперь делать, а? Хег. Все, субыли. Вот, и смотрите, даже если по одному колосу посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Двадцать шесть на два. Минимум 52 зерновки, ну, верхняя еще два, 54 зерновки. Из, нет, зерновки с колоса. По три зерновки. Учитывая полевую массу тысяч, если возьмем даже, ну, тридцать пять грамм. 52 зерновки на тридцать пять. То есть, порядка один и восемь до двух грамм с колоса можно получить. Там три зерновки. Давай два возьмем, а? Хотя бы два. В среднем. В среднем, да. Будет три. Если вы вернет, количество сендеров. Прямо, напрямую зависит от количества растений на поле. И кущение, да? И кущение хорошее, да. Это опытный участок, поэтому здесь посчитать в том виде, как это надо посчитать густоту, ну, не сильно представляется возможно. Здесь густо, там пусто. Пока это участок размножения, если определим хлебопекарные качества, и они будут хорошими, то продолжим дальнейшее. Ну, и урожайность как-то пересчитаю. Ну, надо развести сначала. Уже заказы есть. Не, ну, вот меня, как агронома, такой колос впечатляет, на самом деле. На агрофоне, на органическом агрофоне. Да, на органическом агрофоне. А если минералочки сюда, да, вижу? Я не упоминал. Ну, понимаете, тут еще вопрос, если экстенсивный сорт, то он на минералку будет такой, крайне малоотзывчивый. Можно навредить. Вы видите, она, ну, понятно, густота маленькая, но она здесь стоит достаточно чистая. Ну, я думаю, у него произойдутся потери с травой вообще проблемы. Потом расскажу. А вот для него товарищ расскажет. Михаил, а можно обработать с идеологическими делами? Она же не болеет. Она не болеет. Две обработки было. Две обработки. Да. Мельничный участок помола муки. Значит, вот то, что вы сейчас видите, оно уже себя немножечко изжило. Значит, мы, ну, она стоит тут года два или три у нас. Ну, уже надо сейчас тут реконструкцию будем делать, потому что изменилась немножко концепция и технология. Значит, мы, изначально мы купили датская мельница, вот синенькая, видите, стоит, да, там это жерновая мельница, каменная. Значит, мы там делаем грубый помол. Основное львиное заказа, количество заказов по муке, именно грубого помола, делается вот на этой синей мельнице. Дальше мы сделали такую систему. Там переключается сход по муке. Можно вот направо, там, видите, рука вниз, да, металлический. И налево можно в этот шнек подавать. С этого шнека мы подавали зерно на вальцевый станок и дотирали зерно до мелкого, до мелкой фракции. И затем подавали на расе. Ну, левый у нас не задействован, правый работали. Там 17, по-моему, сид стоит. И подбирали сита согласно тех заданиям, которые нам предъявляют заказчики. Но они тех заданиям, в принципе, по муке, они стандартные, одинаковые, и те стандарты, которые они в ГОСТовске все. Мы набрали, сделали набор сид, и там дочищаем. Там у нас на сходе идет, ну, русским языком скажу, первый сорт, второй сорт, отруби. Отруби и второй сорт мы, не, вышку первой объединяем, второй и отруби объединяем. Потом отруби и второй сорт мы можем пускать вот через этот бункер беленький на повторный дотирание и делаем. Но все это изменилось после того, как мы купили новую мельницу. Новую мельницу, она называется у нас роторно-вихревая. Вот она стоит. Вот. Вы габариты видите, да? Совершенно все другое. Ставится в любом месте. Работает она... Вот эта пыль, которая на ней, это не от нее. Это вот от той, от этой. И объясняю, почему. Здесь все герметично. Вот здесь стоит большой диск такой. Я вам упрощенно рассказываю. На диске сборной. На диске стоят там через определенное расстояние фасонные ножи. Там с такой формой. И, как бы ни было удивительно, эта мельница была изготовлена нашими инженерами в Новочеркасске. Там ребята где-то лет 35-40, умные пацаны. Вот они создали эту мельницу для размола меди лома. Все на все. Медь лома, полиэтилен гранулированный и все остальное измельчают тут до фазы прессования. И когда попробовали, оказалось, что она на муке шикарно работает. И мы на этой мельнице получаем цельнозерновую муку. То есть там все. Оболочки, отруби, зародыши и все-все-все. И оно через циклон успокаивает поток. Там стоит дозатор. И все выходит. А все, что из циклона выходит, он сверху рукав выставляется на улицу. Просто идет легкий напор воздуха. Пыли нет. Пыль оседает в форме муки. Вот через циклон и на фасолку. Пыли практически нет. Ставится в любом месте. Вот бункер. То, что мы сейчас решили сделать. То есть из цеха склада хранения обеззараженного зерна. Через бункер. Бункер там сделаем подъем на высоту. И оттуда будет зерно стекать сюда и молотся. То есть вот это все. Вот это все. Кроме синей мельницы. Уйдет туда. А здесь еще будет возможность в принципе поставить мельницу для производства муки высшего сорта. А производительность какая в этом? По пшенице где-то 700 кг в час. Вполне достаточно. Я скажу. 10 часов 7 тонн. Еще попробуйте продать 7 тонн. Вот. Поэтому. Но на разных культурах по-разному. А вот замолченное зерно, пророщенное, как означает? Диспергатор. Большая мясорубка такая. Там набор ножей стоит. Сушится обязательно? Нет. Нет. Оно в дежах стоит. Воду слили. Кран открыли. Вода в канализацию стекла. Все. Постояла. Погнали. Ну вот. Это мельница. Ну по разным культурам. На горохе меньше. На других культурах. На твердой пшенице допустим на полве. Меньше производительность. Самая большая проблема это изготовление муки из овса. Ну залипает все. Он же мягкий. Поэтому с овсом. Да. С овсом есть проблемы и на изготовлении крупы, и на производстве муки. Вот такая беда. С другой стороны хлопья делаются великолепно.